всем привет меня зовут александр моя фамилия хабко я занимаюсь тем что преподаю курсы по фотографии фотошколе make moments в ростове-на-дону сегодня я хочу рассказать вам о том как фотографировать в студии и какие могут быть простые студийные схемы для того чтобы фотографировать с одним источником в студии и так все студийные приборы имеют несколько режимов работы как правило это несколько режимов работы пилотного света то есть пилотный свет может быть включен может быть выключен и импульсный свет пилотный свет предназначен для того чтобы смотреть сразу на то как располагаются тени тени и свет на лице модели для того чтобы не находиться в потемках и сразу видеть рисунок который получится нам при фотографии сейчас у нас на источнике установлена насадка которая называется рефлектор рефлектор дает большое пятно жесткого света жесткий свет это свет при котором очень контрастный переход между светом и тенью чем свет жестче тем более точная резкая эта граница фотографии с жестким светом получается очень эффектная однако это одни из один из самых сложных видов освещения сложен он тем что любое малейшее поворот головы модели и сразу получаются тени которые могут быть не очень не очень гармонично смотреться и не очень не очень быть красивыми на фотографии на фотографии так какие же тени будут корректные какие тени будут конфликтные посмотрим пожалуйста на модель вместо чуть сюда и ниже подбородок вот классика жанра считается когда жесткий свет свет светит на модель спереди сверху и когда чуть ниже вот и когда между верхней губой и носом образуется тень форме треугольника или можно по-другому сказать форме бабочки вот и классическая схема если вы хотите сделать красивый портрет жестким светом поставьте свет таким образом и у вас получится очень эффектно и красивая картинка следующий вариант расположения источника относительно модели это если лицо поворачивает немножечко в сторону нет слишком сильно при в таком расположении тень получается коса и не очень красиво но если двигать лицо еще чуть да тогда тень от носа соприкасается с теневой стороной щеки и фотография будет выглядеть эффектно и это считается опять классикой жанра определить схему вторую можно очень просто когда под в теневой стороне щеки под глазом образуется треугольник световой чуть-чуть назад 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 вот так при таком расположении вот эта схема называется рембрандтовская схема освещения потому что художник рембрандт очень много картин нарисовал именно в этом ключе еще раз чуть-чуть назад когда в теневой в теневой стороне лица под глазом световой треугольник при таком расположении света относительно человека можно фотографировать с разных сторон и можно фотографировать и с теневой стороны и со стороны света получаются эффектные портреты третий вариант расположение человека относительно источника света это когда лицо повернуто еще больше в сторону и полностью половина лица получается в тени, а вторая половина лица освещена. При таком расположении к источнику свету тоже будут эффектные портреты. Сейчас мы попробуем настроить фотоаппарат и сделать несколько снимков с импульсным светом. Итак, друзья, когда вы фотографируете с одним источником жесткого света, помните о том, что очень важно, как человек будет расположен к этому самому источнику. У вас есть три варианта, как вы можете его расположить. Это либо, когда свет будет спереди сверху, и вы определите это по элегантной тени между верхней губой и носом в форме треугольника или называемой бабочкой. Вторая схема, это когда человек чуть-чуть поворачивается в сторону и образовывается треугольник в теневой стороне щеки под глазом. Реморантовская модель. И третий вариант, это полностью, когда половина лица в тени. Фотографируйте жестким светом и хорошего брызня.